В исследованиях кино принято выделять два этапа в истории развития вестерна как жанра. Первый этап начался с нулевых годов XX века и продолжался до 50-х годов XX века. Это этап классических киновестернов, а с 60-х и по сей день длится этап ревизионистских киновестернов. Исследование, которое мы вместе с моей коллегой с философского факультета МГУ Полиной Хановой провели, ставило себе целью проследить, выделить подобные хронологические этапы в истории развития видеоигр в жанре вестерн. В центре нашего внимания было то, как в киновестернах и в видеоиграх жанре вестерн задаются коренные американцы. Мы исследовали, как видеоигры и фильмы говорят нам о том, с кем или чем мы встречаемся, когда встречаемся с коренными американцами. Наше исследование началось не с нуля, оно не стояло на пустом месте. В исследованиях кино было несколько исследователей, такие как Жаклин Килл Патрик, Уилл Райт, Томас Шац и другие, которые исследовали подобную тему применительно к киновестернам. Но что интересно, относительно истории видеоигр в жанре вестерн, такого исследования не проводилось. В этом смысле наше исследование является оригинальным, исследователи видеоигр до сих пор не ставили себе задачей проследить, какие этапы в истории развития видеоигр в жанре вестерн можно выделить. Есть ли преемственность какая-то между историей развития кино и видеоиграми? Подобного исследования не проводилось, и в этом смысле мы провели такое оригинальное исследование. История видеоигр в жанре вестерн началась со скандала. Первой игрой была игра 1982 года «Caster's Revenge», в которой протагонист по имени Кастер, названный так в честь великого генерала гражданской войны в Америке, убитый индейцами при Little Big Horn, жаждет мести, как заявляется в названии, и стремится изнасиловать коренную американку, которая привязана к столбу или кактусу. Эта игра вызвала бурю негодования среди феминистских организаций, которые борются за права коренных американцев. В итоге после скандала ее запретили к продажам, но к тому времени было продано уже 80 тысяч копий, в том числе благодаря скандалу в СМИ. Как бы то ни было, что позволяет игроку проидентифицировать эту женщину, которая стремится изнасиловать Кастер, как коренную американку? У нее есть перо в волосах, и на Кастера летит град стрел от коренных американцев, которые пытаются его убить. Это дает нам первый ответ на вопрос о том, какие приемы, какие изобразительные средства используются для создания образа коренных американцев в ранних видеоиграх. Этот прием мы назвали савагеризацией. Видеоигры ранние говорят нам, что когда вы встречаетесь с коренным американцем, вы встречаетесь с дикарем. Он обязательно будет носить примитивную одежду из перьев, обязательно будет сражаться копьем и стрелами, но ружьем, скорее всего, он не сможет пользоваться. У него, видимо, руки выстроены не таким образом. Он будет говорить странными мифологическими сравнениями о том, что вы сражаетесь, как степной волк или что-то подобное. Перед нами встает такой образ дикаря. Помимо этого, часто в ранних видеоиграх коренные американцы предстают как недифференцированная толпа, которая стремится разрушить нашу цивилизацию, которую мы, предположительно, белые евроамериканцы, должны защищать от них. Этот прием, например, используется в игре «Индиан-атак» 1983 года или 1990 года в более детской игре «Квикдром-агро», но тем не менее все равно коренные американцы — это разбойники, которые в недиверцированной массе нападают на поиск, который вы должны защищать. Этот прием действительно имеет свои корни в киновестернах. Он был прекрасно использован в классических вестернах, как «Дилижанс» и «Юнион пасифик», где именно таким образом предстают коренные американцы. Причем даже если речь идет о современных коренных американцах или даже коренных американцах, которые существуют в каком-то определенном будущем, они все равно продолжают быть вот такими дикими. Например, в серии игр турок 1997-2000 годов, турок, коренной американец, даже имея возможность сражаться бластерами, лазерами современными и даже неким оружием будущего, все равно сохраняет лук как один из видов своего вооружения и носит перья в своей шляпе. Это первая совокупность приемов изобразительных средств, с помощью которых создается образ коренного американца. Второй — это гиперсексуализация. Прежде всего, с его помощью создается образ коренных американок. Мы сильно в подробности не вдавались, потому что объективации женщин в играх и в других медиа написано очень много. Здесь я только отмечу, что объективация коренных американок в играх еще больше отчуждает их от нас. Если игрок предположительно является субъектом, то коренная американка полностью отчуждается от нас, становясь объектом. Между нами какая-то некоторая субъективная-объективная пропасть. Такова судьба коренной американки из Caster's Revenge, Tala из Darkwatch, игры Darkwatch и Джен из Prey, первый Prey классической игры. Третья совокупность средств, с помощью которых задается образ коренного американца в ранних видеоиграх — это супернатурализация. Коренные американцы постоянно имеют суперспособности, которые позволяют им связываться с природой или со сверхъестественными некоторыми силами, особенно с миром мертвых. Я уже упоминал о турке, который, именно поскольку он коренной американец, может путешествовать по разным измерениям. Это могут делать только турок или коренные американцы. Именно поэтому протагонист турок спасает человечество. Интересно, что он перемещается по разным измерениям через такие порталы, которые очень напоминают стереотипные тотемы индейские. Наиболее яркий пример супернатурализации — это игра Cowboy Kid, где ваш протагонист шериф должен сразиться с плохими парнями и посадить их за решетку. Среди них есть двое коренных американцев. Один из них призывает себе на помощь ястребов, а второй мертвых поднимает, чтобы они сражались с вами. Это два основных мира, откуда коренные американцы могут звать себя на помощь союзников, на природу и потусторонний мир, мир мертвых. Соответственно, нечто начинает изменяться в середине нулевых годов XXI века. По аналогии с историей кино, мы могли бы сказать, что начинается эпоха ревизионистских видеоигр в жанре вестерн. Также, как и в кинематографе 60-х годов, теперь ставится под вопрос ценность европейской цивилизации, оправданность насилия над коренными американцами, ставится под вопрос дикость коренных американцев. Соответственно, и изобразительные приемы, с помощью которых задается образ коренного американца, изменяются, и теперь во главу угла становится так называемая фамилиаризация. Это означает, прежде всего, что коренные американцы и белые евроамериканцы начинают создавать семьи, и поэтому становятся более знакомыми друг другу. Появляется множество протагонистов-полукровок, таких как, например, Колтон Уайт из игры Gun, Red Harlow из Red Dead Revolver и самый, наверное, известный коренной американец Ратун Хагейду из Assassin's Creed 3 2012 года. Соответственно, этот прием имеет корни в истории кинематографа. Тот самый крутой Уокер Чака Норриса является таким же полукровкой. Это ход вполне себе в духе ревизионистских вестернов. Второй прием, который используется для создания образа коренных американцев в новых ревизионистских видеоиграх, это симметризация. Ставится под вопрос ценность цивилизации, которую принес белый евроамериканец коренным американцам. Развенчивается этот образ великого колонизатора, который несет благо покоряемым народом. Экспансия США на Запад — это предприятие, по сути свое дикое и варварское, нужное для того, чтобы получить выгоду из эксплуатации западных земель. Именно поэтому часто протагонистами в играх оказываются люди, которые раньше были верными слугами американской империи, а теперь понимают, что ценности, за которые они стоят — это все ерунда, и теперь они сражаются наоборот против империи, на стороне индейцев часто. Например, делает Колтон Уайт из Ганн, он становится сначала шерифом, сражается с Апачи, а потом понимает, что подлинный злодей есть железнодорожный магнат, чей интерес он изначально защищал, становится на сторону Апачи и сражается с ним. То же самое можно увидеть в первой игре Red Dead Redemption, где Джон Марстон выполняет задания США, а потом его убивают федеральные агенты, на которых он изначально и работал. Тем самым в игре показывается, что наша предполагаемая цивилизация и их предполагаемая дикость мало чем друг от друга отличаются. Мы все люди, хорошие или плохие, но все мы по сути свои одинаковые. Этот прием происходит в том числе из классических ревизионистских киновестернов. Например, он используется в классическом киновестерне ревизионистского типа «Искателях», где главный герой белый евроамериканец становится таким диким, что сам творит кучу насилия. Он даже начинает снимать скальпы, тем самым фильм показывает нам, что дикость и цивилизованность не вписаны в наши гены, они никак не связаны с нашей этнической принадлежностью. Третий способ создания образа коренного американца в новых ревизионистских видеоиграх — это, соответственно, сокрификация. Видеоигры показывают нам, что коренные американцы могут образовывать с нами семьи, они могут быть частью единого с нами человечества, они тоже люди, но тем не менее между ними и нами все равно сохраняется какая-то разница. Они не настолько все-таки люди, как мы. Прежде всего, это работает с помощью того, что чаще всего в нарративах игр, в том, как в них строится повествование, коренные американцы приносятся в жертву для развития сюжета. Это можно найти и в Red Dead Revolver, например, и в Red Dead Redemption. Самый классический пример — это Assassin's Creed 3, где вся цивилизация коренных американцев приносится в жертву ради того, чтобы в 2012 году все человечество спаслось от неминуемой новой экологической катастрофы. Юнона обманывает Ратунхагейду, и все это ради того, чтобы спасти человечество. Тем самым Ратунхагейду, как вы помните, в конечном счете приводит к тому, что он сражается на стороне армии Вашингтона, которая идет на запад и колонизирует все западные земли. Этот нарратив о том, что коренные американцы — это такой народ, который должен быть принесен жертву ради блага всего человечества — это, по сути, некоторые нацистские нарративы, некоторые народы должны быть принесены в жертву ради будущего всего человечества. Тем самым в современных видеоиграх, как и в ревизионистских киновестернах, сохраняются способы проведения различий между ними и нами. Если в классических киновестернах и в видеоиграх, если угодно коренные американцы были совсем не такими, как мы, то в ревизионистских вестернах и видеоиграх становятся такими, как мы, но не совсем. Все-таки что-то в них остается такое отличное от нас, из-за чего их можно продолжать приносить жертву. Итак, я подведу итоги. В ходе нашего исследования мы выделили два основных этапа в развитии видеоигр в жанре вестерн. Первый этап начался в 80-х и продлился до середины нулевых годов, в 21 века. Его, условно говоря, мы назвали этапом классических видеоигр в жанре вестерн, по аналогии с классическими киновестернами. Между ними можно найти много наследственности, преемственности и так далее. С середины нулевых годов 21 века начинается новый этап в развитии видеоигр в жанре вестерн. Соответственно, их тоже можно назвать по аналогии с дивизионистскими видеоиграми в жанре вестерн. Между ними, естественно, тоже есть множество преемственностей. По сути, коренные американцы задаются в них с помощью аналогичных тропов. Отсюда мы делаем вывод, что история видеоигр в жанре вестерн проходит через те же самые этапы, что и история киновестерна с некоторым отставанием. По понятным причинам видеоигры более молодой медиум, чем кино. Они в индустриальных масштабах возникают только в конце 70-х, начале 80-х. Это вполне понятно. История видеоигр, как и история кино, не стоит на месте. Только в прошлом году вышла новая часть Red Dead Redemption, которая только ждет моего анализа после, разумеется, прохождения. Главный вопрос, который нас сейчас, конечно же, интересует — это возможно ли новые вестерны и киновестерны и вестерны в видеоиграх, возможно ли новые приемы представить коренных американцев в играх и в кино. Возможно ли, например, постревизионистские вестерны или постревизионистских вестернов вестерны больше никак не может существовать. Мы надеемся, что наше исследование подтолкнет разработчиков, дизайнеров видеоигр и кинорежиссеров к тому, чтобы они тоже начали задавать себе этот вопрос и создавали новые игры, новые фильмы, в которых, возможно, будут переосмыслены те тропы, те изобразительные приемы, о которых мы говорили в нашем исследовании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...